Шмарчики, шахи маты! Привет, мы на канале шмачки, свои лучки, как у них шахматный конь! Привет, друзья! Да, у нас сегодня будет урок о шахматном коне, а потом мы будем играть в игру твистер, но очень необычным образом. А сейчас вы видите на шахматной доске вот такую вот картинку. Стоит в центре конь и вокруг него цветочки. Но цветочки, как всегда, не простые, они указывают на клеточки, на которые нападает конь. Это единственная фигура, которая не ходит прямо или по диагонали, а она ходит очень необычным способом. Две клеточки вперед и в сторону, две клеточки назад и в сторону, или две клеточки влево и в сторону, две клеточки вправо и в сторону. По-другому еще говорят, конь ходит буквой Г или как, Маша? Прыг, скок, в сторону. Да, вот по такому правилу мы с Машей и учили, как ходит шахматный конь. Про коня еще можно рассказать, что эта фигура стоит сколько пешек, Маша? Три пешки и приблизительно по силе конь равен слону. Поэтому, когда будете играть уже настоящие партии в шахматы, то коня смело можете менять на слона. Правильно, Маша. Ну а сейчас Маша покажет, как можно интересно научиться прыгать конем с помощью твистера. У твистера, как и у шахматной доски, есть игровые поля. Их, конечно, меньше, но для практикования того, как ходит шахматный конь, нам этого достаточно. Задание Маши заключается в том, чтобы прыгать по кружочкам, как шахматный конь. Прыг, скок, в сторону. При этом нужно побывать на каждом поле. А чтобы не забыть ни одного кружочка, Маша ставит крестики на поля, где уже побывала. Машка, ты отлично справилась с заданием. Маша, как шахматный конь, перепрыгала по всем, всем, всем вот этим вот кружочкам. Это было очень долго, но ничего, Маша справилась. Понравился тебе такой сегодня урок о шахматном коне? Да. И мне понравился. Ребята, если вам понравилось, то тоже ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал в смартике. Пока, пока, пока. 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 Пока.